Сегодня я поговорю про новые профессии и обучение новым профессиям и про онлайн-образование. Можно следующий слайд? Так выглядели химики-ученые в 80-е годы. Они что-то смешивали, наблюдали, что произойдет, записывали в журнал. Можно следующий слайд? Так выглядит химик-ученый сейчас. У него кофе, чтобы не заснуть. Два монитора. На одном мониторе какие-то химические формулы, моделируются соединения. Открыта статья в Nature. На другом мониторе, Facebook и Twitter, он переписывается с друзьями. Можно следующий слайд? Так выглядят архитекторы в 80-е годы. Он чертил на бумаге, чертеж здания, которое у него рождалось в голове. Можно следующий слайд? Так выглядит архитектор сейчас. Но у архитектора, ему надо много рисовать. У него может быть на обоих мониторах что-то связанное с архитектурой. Поднимите руки, у кого работа выглядит вот тоже так же. Да, очень много профессий сейчас проводят специалисты у компьютеров. Потому что компьютер позволяет делать очень многое. Позволяет и моделировать, обрабатывать разные данные. Общаться с другими людьми. Можно следующий слайд? Так мы встречались с друзьями. Меня еще туда не было, но в 80-е, 70-е годы так встречались с друзьями. Можно следующий слайд? Так встречаются с друзьями сейчас. Но я очень рад, что вы сюда пришли. И не только так встречаетесь с друзьями и получаете новую информацию. Компьютер пронизывает все наши области в нашей жизни. Можно следующий слайд? В том числе и науку. Все науки сейчас и практически все сложные профессиональные области, они переходят в цифровой вид. Сейчас уже базовый эксперимент физиков, химиков, биологов, он порождает не какое-то атомарное знание или атомарную величину, размер моллюска или является ли листик у гороха шероховатый или гладкий. Он порождает очень много данных. Можно следующий слайд? И рождается такая наука, как data science, наука о данных. И все естественные науки потихонечку переходят от наук, в которых люди наблюдают за окружающим миром или что-то придумывают, в науку о данных, где ученые должны уметь анализировать данные, обрабатывать, хранить, передавать другим ученым и какие-то крупицы знаний вытаскивать из сотен гигабайт информации. Можно следующий слайд? И так выглядит специалист в data science. Он тоже сидит за компьютером и анализирует данные. Так выгляжу, например, я за работой. Я тоже сижу за компьютером. Я биоинформатик, анализирую биологические данные, связанные в основном с геномом бактерий, геномом человека. Я не делаю экспериментов, я только работаю с данными. Можно следующий слайд? Например, геном. Любой человек здесь в каждой клетке имеет 23 хромосомы, и каждая хромосома развязывается много-много раз в строку размером 3 миллиарда символов. Это строка, строка ДНК. Она кодирует все наследственные признаки. Она кодирует склонность к заболеваниям, цвет глаз, непереносимость к алкоголю и всякие разные признаки, которые наследственно передаются от человека к человеку. И 10 лет назад завершился проект геном человека. Он длился 10 лет, стоил несколько миллиардов долларов. В нем были задействованы много лабораторий по всему миру. И цель этого проекта была прочитать 3 миллиарда символов из ДНК, из ДНК человека. То есть это такая большая строка из букв А, С, Г и Т длиной 3 миллиарда. Что потом с ней делать, ученые до сих пор не знают и пытаются разобраться. Там изначально считали, что 95% это мусорная ДНК. И каждый раз мусорная ДНК все уменьшается и уменьшается. И смысл прибавляется и прибавляется. Но истина в том, что за 10 лет этот процесс удешевился в миллион раз. И сейчас прочитать ДНК человека стоит буквально несколько тысяч долларов. И каждый, кому не лень, делает это. И получается очень много данных, которые нужно обрабатывать. Можно следующий слайд? Так происходит процесс чтения генома. Когда у вас есть сверху длинные строки генома, их необходимо, это клетки, например, вашей слюны или вашей крови, их необходимо положить в так называемый секвенатор. Это машина, которая умеет разрезать геном на много маленьких кусочков и читает, что там написано, какие буквочки. К сожалению, геном целиком прочитать нельзя, поэтому возможно определить только маленькие-маленькие буквочки. Этим занимаются в лабораториях. И большую часть времени этим занимаются машины-секвенаторы и роботы, которые пипетками переливают ДНК из одной чашки в другую чашку. И потом приходит время анализировать эти данные. На выходе из этой машины получается 10-100 гигабайт маленьких фрагментов, которые нужно по перекрытиям строк собрать в одну большую и получить некоторый геном. И этим занимаются программисты, математики, алгоритмисты, статистики и биоинформатики. Биоинформатика — это такая смежная дисциплина, там и биология, и информатика. Логично. Этим же и занимаюсь я. Но после того, как получили эту строку, нужно еще что-то понять. Нужно 3 миллиарда букв. Каждому из вас я скажу 3 миллиарда букв, но что это значит, не ясно. Нужно посмотреть в базе данных, какая клиническая значимость, какие болезни, какие до этого исследования проводились. Например, сейчас есть проект «Тысяча геномов». В рамках этого проекта уже прочитано 2500 геномов. Они перевыполнили план. И по этим геномам они составляют карту популяции всей Земли и типовые мутации, в том числе связанные с болезнями. Соответственно, можно пойти в эту базу данных и посмотреть, есть ли у вас такая мутация или нет. Можно следующий слайд. С геномами можно много что делать. И с этими данными можно их сравнивать друг с другом. Можно строить разные сети, как одни гены зависят от других генов, и пытаться вообще понять, что природа придумала. И все это происходит за компьютером. То есть биологи уже практически не проводят время в лаборатории. Они сидят за компьютером, пытаются понять смысл этих данных и что-то из него вынести. Можно следующий слайд. К слову сказать, например, про объемы этих данных. Китайский самый крупный центр чтения геномов, BGI, в Пекине. Им можно прислать какой-то биологический образец, например, слюны. Но обратно они данные вам не пришлют по интернету. Они кладут жесткий диск в посылку от Фидекса и посылают ее вам, потому что у них просто интернет не справляется с такими объемами данных. И когда биологическая лаборатория пытается свои данные по штатам передать, они тоже берут сервера, ставят в грузовик и отправляют своим коллабораторам, с тем, с кем они сотрудничают, из других лабораторий. Вопрос актуальный. Где всему этому научиться? Область достаточно новая, специалистов очень мало. В Америке буквально за последние десятилетия в каждом университете появились группы по биоинформатике, появились целые факультеты биоинформатики в некоторых университетах. И численность людей, которые занимаются биоинформатикой, в некоторых университетах превышает численность людей, занимающихся просто информатикой и программированием. Потому что биоинформатика очень востребована со стороны индустрии, со стороны науки. такая область, там много интересных задач, и многие информатики переключаются в эту область. В России есть буквально несколько образовательных программ в области биоинформатики. В Кыргызстане, в Средней Азии я вот не знаю ни одной. Я не знаю ни одного места, куда можно пойти учиться биоинформатике в Средней Азии. Можно следующий слайд. Так люди учились в 80-е годы. Они приходили к профессору, спрашивали у него, слушали его лекции и как-то взаимодействовали, пытались узнать новые знания. Можно следующий слайд. Так учатся сейчас и до сих пор приходят в университет, сидят за партами, пытаются получить новые знания, но это работает только в областях, которые уже устоялись и очень консервативны, скажем, в математике, в русском языке, в философии. Можно слушать человека, который везде есть, эксперт по математике, по матанализу. Но это невозможно в развивающихся областях, в которых просто нет специалистов, готовых тратить, с одной стороны, время на преподавание, с другой стороны, нет просто специалистов в этой стране, скажем. Поэтому такой метод обучения не подходит для новых профессий. Можно следующий слайд. Но обучаться можно так, как мы проводим большую часть времени нашей жизни в современное время. В интернете очень много ресурсов обучающих. И по любому современному предмету можно найти онлайн-курс, который позволит вам получить азы в какой-либо профессии. Можно следующий слайд. Мы, например, в Петербурге сделали такой ресурс по биоинформатике. Год назад у нас родилась идея, что нужно не только учить локально 10 студентов, которые вот у нас перед нами сидят этой интересной науки, но и можно создать онлайн-сборник задач, сборник материалов, который люди со всего мира будут решать. Мы запустили проект в августе 2012 года. И с тех пор более 6000 пользователей решает более 120 задач опубликованных. Также они добавляют новые задачи, участвуют в дискуссиях, общаются друг с другом, обмениваются знанием. И более 100 тысяч попыток решения задач было сделано за последние полгода. Проект называется Rosalind и назван в честь Rosalind Franklin, которая помогла Водсону и Крику открыть спиралевидную структуру ДНК, но, к сожалению, умерла от рака до присуждения Нобелевской премии, потому что в те годы исследования очень были тесно связаны с радиоактивными экспериментами, и у нее развился рак. В том числе сейчас это большой плюс, потому что даже если вы занимаетесь очень экстремальными исследованиями в биологии, вы зачастую сидите перед компьютером, и вам ничего не нужно ни работать с радиоактивностью, ни работать с химией, ничего такого. Можно следующий слайд? Помимо нашего ресурса есть еще очень много онлайн образовательных стартапов, которые были запущены в прошлом году. Наверное, многие слышали про Coursero. Это проект в Стэнфордском университете. Есть также edX, это проект MIT, Udacity, тоже родившийся в Стэнфорде, и существует проект Code Academy, который учит программировать. В частности, в программировании сейчас во всем мире идет мода на обучение программированию, потому что оно любая работа за компьютером упрощает и автоматизирует. Вам не нужно уже делать какие-то рутинные, в Excel что-то смотреть, либо на веб-сайтах что-то, 100 веб-сайтов просмотреть. Можно написать одну строчку кода, и вы со 100 веб-сайтов получите нужные числа. И преподавание программирования сейчас уже переходит из университетского курса в школьные. Например, в Эстонии уже всех школьников учат программировать. И я считаю, что программирование должно быть зачастую вторым языком. Должен быть родной язык и программирование. И английский, потому что программирование достаточно тесно связано с английским. Можно следующий слайд. Это вот два пользователя нашего проекта Rosalind, которые написали мне, как они обучаются онлайн. Сверху Тимирлан, он сказал, что с восьмого класса занимается самообразованием, потому что понял, что ему не дают никакие актуальные знания учителя. И он всегда хотел знать больше. И Азамат, он посещает онлайн-курсы, чтобы поддерживать и повышать навыки. И главное, что это доступно откуда угодно, независимо от того, что он может находиться в Кыргызстане, слушать профессора из Стэнфорда или из Гарварда. И он может изучать любой предмет, который просто не представлен в локальных вузах. Соответственно, эти ребята молодцы. Они сами выбрали для себя путь самообразования и получают знания, которые доступны кому угодно. Можно следующий слайд. Онлайн-образование в целом, оно сейчас еще находится в экспериментальной стадии. Не все университеты это признают, но все университеты в Соединенных Штатах, например, уже двигаются в сторону онлайн-образования, выкладывают свои курсы в интернет совершенно свободно. То есть вы можете бесплатно пройти шикарные курсы от Стэнфорда или от MIT, от университета в Калифорнии. Стэнфорд тоже. И это доступно вот на длине вытянутой руки. Вы можете просто зайти в интернет, нажать одну кнопку, понять, что вам это интересно и получить знания. Получив эти знания, которых не преподают, скажем, в Кыргызстане, не преподают в России, вы будете очень востребованным специалистом, в частности в data science. Data science нигде не преподают на должном уровне. Программирование. Если здесь есть в зале программисты, они не дадут мне соврать, я сам программист по образованию, что все навыки, которые действительно полезны программистам в работе, они получают самостоятельно в интернете. В университете не учат тому, что нужно программистам на работе. И это такой очень сложный вопрос, в том числе для университетов. Я еще со стороны университета тоже живу и пытаюсь понять, как же обучать программированию, когда нужно просто посадить человека за компьютер и дать ему какой-то проект. И это пока что лучшее обучение программированию. Аналогично происходит с другими областями. И если вы хотите быть востребованным специалистом в новой зарождающейся области, в которой вокруг вас нет экспертов, некому прийти, негде поступить в университет и пять лет этому проучиться, потому что те, кто сейчас поступает в университет, они выпустятся через пять лет и мир очень сильно изменится. Вспомните, какой мир был пять лет назад. У нас было намного меньше мобильных телефонов практически, было очень низкое проникновение интернета, не было тех специальностей, которые есть сейчас. И если вы во время университета, после университета будете учиться онлайн, что доступно, вот как только вы придете домой, можете взять и пойти учиться. И ничего это не будет не требовать. То это откроет перед вами очень много новых возможностей. И я советую вам сегодня вечером, как только вы придете домой, открыть, скажем, курсеру, это в текущий момент самый большой сборник онлайн-курсов, выбрать один из интересующих вас курсов, записаться на него и пройти. Таким образом вы повысите свою ценность и для корпораций, и вы сможете открыть свой бизнес в этой области, потому что вы будете обладать экспертизой, которую никто вокруг не обладает. И это откроет перед вами очень много возможностей. Спасибо.